Саровчане могут претендовать на участие в трёх программах по улучшению жилищных условий для молодых семей, ликвидаторов Чернобыльской АЭС, а также для тех, кто уезжает из ЗАТО. Сейчас идёт формирование списков на следующий год по участию в этих программах. Финансируются они из федерального, областного и местного бюджетов. Заявления на включение в списки претендентов для получения социальных выплат по программе «Обеспечение жильём молодых семей» принимают до 1 июня. Если в семье произошли какие-то изменения, то об этом необходимо сообщать. По молодой семье произошли значительные изменения. С этого года применяется расчёт, в котором учитывается, скажем так, коммерческая стоимость жилья. Поэтому суммы выплат выросли и, исходя из этого, изменилось количество участников программы. То есть финансирование у нас осталось на том же уровне, но количество семей, к сожалению, сократилось. Многодетные семьи, то есть семья из пяти человек, в этом году уже получит свой поток в размере трёх миллионов. Чтобы семья могла участвовать в программе, необходимо отвечать нескольким условиям. Возраст супругов не должен превышать 35 лет, нуждаемость в улучшении жилищных условий и наличие такого дохода, который позволяет приобрести жильё. До 1 июля текущего года также принимают заявление на получение государственного жилищного сертификата от ликвидаторов на Чернобыльской АЭС и от граждан, претендующих на получение субсидий по программе поддержки уезжающих из ЗАТО на постоянное место жительства. Граждане, которые отработали в определённых организациях на территории ЗАТО, имеющие стаж не менее 15 лет, уволившиеся, либо вышедшие на пенсию, которым есть же сдать какое-то жильё на территории ЗАТО и которые не имеют иного жилья за пределами ЗАТО САРО, правят претендовать на федеральные выплаты для приобретения жилья на территории всей Российской Федерации. Очередники, которые претендуют на обеспечение жильём по договорам социального найма, должны пройти перерегистрацию в срок до 1 апреля. После завершения перерегистрации списки утверждаются для работы на текущий год на комиссии по жилищным вопросам. Также проводят проверку всех списков на получение жилой площади, спецфонда, общежития и служебной квартиры для определённой категории граждан. На этот год мы уже получили контрольные цифры по всем программам. По молодой семье, к сожалению, всего три семьи, две из которых многодетные будут у нас получать всё время выплат. И по переселению из ЗАТО и по Чернобыльцам пока по одному государственному жилищному сертификату. Почему пока? Потому что практически всегда потом издаются дополнительные приказы о направлении средств для реализации этих программ. Если у вас, как у очередника, возникли какие-либо изменения, необходимо сообщить об этом в Управлении по жилищным вопросам. Получить консультации можно по телефону 977-51. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.